Честное слово, даже намёка на ложь нету, я не ожидал, что предыдущий выступающий будет говорить на эту тему, но тем не менее, я вам сейчас скажу, что даже то, о чём я собираюсь вам сказать, каким-то образом тоже и с этой темой соприкоснётся. По крайней мере, хотя бы потому, что я лично имел встречу и беседу где-то порядка трёх часов с представителями вот этого клана масонства. По какому поводу? А смысл беседы свёлся к тому, что эта информация, которую я вам сейчас собираюсь рассказать, поделиться, это его слова, смысл беседы свёлся к тому, что эта информация не подлежит оглашению. Если ты не заткнёшься, то мы тебя заткнём. Вот, собственно говоря, и всё. А теперь дальше сейчас перейду к изложению. Значит, ну, во-первых, мне очень приятно, вот я уже несколько дней тут присутствую на этих выступлениях, и у меня действительно такое впечатление создалось, что здесь собрались учёные через чёрточку партизаны. Это не в обиду сказано, но наоборот. Я называю учёными партизанами тех, кто действительно решился и, ну, как говорится, отряхнуться от старого мира, как в песне, помните, пелось, да? Вот. И, значит, от старых догм, и искать действительно истину, в науке истину. Поэтому мне очень приятно, что вот здесь собрались как раз именно учёные партизаны. Поэтому это не для обиды, не для оскорбления сказано, а наоборот я констатирую, говорится, уважение к таким людям. Значит, ну, ладно, давайте сразу. Представьтесь, пожалуйста, о фамилии, о нём. Уже же представили. Извините, я ещё. Ведущий назвал. Гавриков Евгений Алексеевич. Значит, так же получилось, что, значит, на старости лет, я уже давно на пенсии, я военный пенсионер, вот, на старости лет удалось побывать в Антарктиде. Вот. Я там год прожил на одной станции, вот. Ну, и первые полгода я ни на что не обращал внимания, я был как все. Вот. Ничем не выделялся. Вот. А потом так был один момент, когда прошёл по телевидению, а там спутниковое телевидение работает, значит, и прошла передача. Наверняка многие из вас её видели, потому что она многократно по телевидению демонстрировалась, под названием НЛО Третьего Рейха. Ну, я посмотрел. Ну, да, интересно. Значит, дай-ка посмотрю. А может, это потому что один сюжет этой передачи был о том, что якобы Третий Рейх там в Антарктиде что-то делал. И какую-то там вроде и базу там делал, там и прочее. Ну, и зачем, чёрт, не шутит? Дай-ка буду посмотреть по сторонам. Вот. И тут так получилось, что и сами обстоятельства вдруг почему-то, не по моей воле, а почему-то стали складываться так вот благоприятным образом для того, чтобы я там что-то увидел. Вот. То есть ощущение такое чёткое. Вот. Я уже не стесняюсь, я опасался вообще-то поначалу говорить про это. Вот. Но вот уже здесь многие выступающие уже и вчера, там, и позавчера говорили в своих выступлениях, там, о всяких там высших, тонких мирах, там, и о том, что где-то кого-то, значит, там, приглашали, там, в полёт ознакомительный, там, и прочее, прочее. Так вот, у меня было чёткое ощущение, прямо чуть ли не физическое ощущение, что кто-то большой и сильный ведёт и направляет меня, вот, чтобы я что-то там увидел. Так вот, что странного получилось? Вот сейчас фотография висит. Значит, прилетела японская экспедиция. Значит, они должны были дальше лететь на свою станцию Сёва. Вот. А по метеусловиям самолёт, так сказать, местных авиалиний, Баслер, задерживался. И они очень долгое время, там, ну, порядка, больше недели на нашей станции жили. Им скучно было. И они подошли, значит, к нашему начальнику станции, попросили, «Сэр, можно мы пойдём там в окрестностях посмотрим?» «Да, пожалуйста, идите, смотрите. Отдайте нам сопровождающего». Вот. Но он меня вызвал, говорит, «О, Евгений, бери японцев, их 10 человек было, значит, целый день в твоём распоряжении. Давай, поводи их там, значит, к вечеру вернёшься, своди их к индусам, в четырёх километрах от нашей станции, индийская станция находится, Мэйтри. Вот. К ним гости заведёшь, значит, там, а потом к вечеру возвращайся». Ну, я пошёл. Ну, я пошёл, ну, а как раз это уже было после того фильма, о чём я упомянул вначале. Значит, и думаю, дай-ка совмещу приятное с полезным. И японцев займу, и для себя что-то увижу. И я повёл, да, в направлении этой станции индийской, но повёл зигзагом. Вправо-влево, вправо-влево, так вот, не напрямую. Вот. И я не пожалел. Я очень много там вещей удивительных, очень удивительных, о чём сейчас вам и расскажу. Ну, вот, первые фотографии здесь будут, вот, сейчас увидите, пирамиды. О пирамидах каждый из вас что-то слышал. Кто-то больше, кто-то меньше. Но в основном со школьных лет мы знаем пирамиды только лишь какие. В Египте, в долине Гиза. Вот. Это пирамиды Хеопса там и прочее. Так вот. И вдруг оказываются пирамиды в Антарктиде. Вот сейчас я покажу. Вот комплекс пирамидальный в районе Петриот-Хиллс. Вот. Видно, да? Дальше пирамиды в районе земли Эл-Суорта. Это, в принципе, недалеко от Петриот-Хиллс, от предыдущих. Вот. Значит, самые настоящие, самые натуральные пирамиды. Как? Так. На континенте, про который официальная наука не только нашей страны, не только нашей академии, а вся мировая наука, об этом континенте говорит, что там никто и никогда не жил. Кроме тюленей, пингвинов, ну и там микробы, пациллы. Вот. Даже вот слышали, наверняка и по телевидению рассказывали, там показывали, что на озере Восток там скважина там, значит, там вот собирается, вернее, уже пробурили, уже достали. Ну, я говорю про те времена, когда еще только бурили. Так вот выступали высокие научные деятели, говорили, да, мы достанем, значит, из-подо льда образцы, значит, там воды и образцы микроорганизмов, возраст которых будет там 20, там, а то и более миллионов лет. Это, что ледяной покров на этом континенте уже столько миллионов лет хранит, значит, жизнь, которая, возможно, когда-то была. Вот. И вдруг на этом континенте вдруг пирамиды. А кто же их? Пингвины, что ли, их строили? Ну, по-моему, даже не смешно, а как-то глупо. Вот. Дальше. Вот эта пирамида, вот следующая фотография, значит, эту пирамиду я, кажется, не только видел своими глазами, я ее, кольцей, руками трогал, вот, и ходил там и так далее. Это вид сверху, ну, с вертолета. Вот макушка, вершина, вот основание, видите, прямовольничек, да, просматривается? Да, да, да. Вот эти вот грани пошли, ребра, вернее. Вот. Она очень сильно деформирована. Почему деформирована? Значит, дело в том, что неподалеку, и потом я... Так. Да, потом покажу. Она там дальше будет, эта фотография. Вот с этой стороны, буквально здесь где-то, ну, метров, наверное, 50, находится воронка... Да, я вот упомянул, я сказал, что я военный пенсионер. Я подполковник запаса, офицер морской пехоты. Вот, не смотрите, что такой маленький, я в морской пехоте служил. Вот. Я участвовал в боевых действиях, ну, в современных войнах. К чему я это говорю? Не для того, чтобы где-то покичиться, похвалиться. А к тому, чтобы вы поняли, что мне, как профессиональному военному, легко бросается в глаза, я узнаю участок, на котором... Участок местности, на котором велись реальные боевые действия. Если человек сугубо гражданский, цивильный, он проходит, он смотрит, допустим, вот там рочица красивая, вот там какой-то лесок, а вот там бугорок какой-то хорошенький, там вот там палаточку поставить. Это примерно так вот может рассуждать человек, чисто сугубо цивильный. Профессиональный военный рассуждает абсолютно по-другому. В том числе и у меня уже, что называется, на уровне автопилота. Значит, я уже смотрю, а, рощица. Я уже, у меня мысль чистого военного человека рассказать. Так, в этой роще противник мог поставить засаду. Значит, надо выслать туда разведдозор. А вот тот бугорок, вот та высотка, значит, она обеспечивает господствование над местностью. Значит, надо там поставить как минимум пулеметную точку, пулеметный расчет или еще там что-нибудь. Вот чем отличается мысль профессионального военного от мысли гражданского человека. И все. Вот взгляд на местность. Поэтому, когда я по этой местности повел, вот этих самых японцев, которых я вначале показал, да, значит, я сразу, я, мягко говоря, офигел. Вот. Я говорю, елки-палки, начали попадаться воронки. Вот. Воронки, грунт, между прочим, скальный. Там нет ни чернозема, там нет ни песка. Голые скалы. Только скалы. Гранит там и прочее. Ну, я не геолог, поэтому профессионально не могу сказать породы. Ну, так грубо, чисто так, как не профессионал. Гранит. Пусть это грубо будет, но скалы, короче. Так вот. И вдруг в скальном грунте, в скалах, не попадаются воронки диаметром 80 метров. Воронки диаметром 90 метров. Вот. Значит, причем я вижу, что это воронки именно взрывного происхождения. Я скептик. Я по натуре скептик. Я сильный, очень сильный скептик. Поэтому у меня сразу же внутренний скептик, сразу внутренний голос, как бы, ну, ну, или скептик просыпается, говорит, а вдруг это воронки метеоритного происхождения. Вот. Это первое. Я спускаюсь в эту воронку, значит, кажется, по ней прошелся там и так далее. Абсолютно все камни, вот, это, в принципе, да, снимок цветной, такого, ну, серо-коричневого цвета. А в воронке, в этой, значит, камни абсолютно все черного цвета. Тут же мне сразу вспоминаются, всплывают слова преподавателя, когда я был еще курсантом в военном училище, значит, по огневой подготовке. Что такое взрыв? Взрыв — это процесс горения, который проходит считанные доли секунды. Но это все равно горение. Именно горение. Значит, образуется, образуется при любом процессе горения, образуются продукты горения. Ну, самое простое — это нагар, так называемый. Если кто охотой увлекается или даже там срочную службу когда-то служил, знаете, после стрельбы чистите стволы оружия своего в черный нагар. Так вот, абсолютно все камни в этих воронках черного цвета. Такое ощущение, как будто кто-то взял с пульверизатора, спустился вот так вот, или кисточкой взял, покрасил краской черной. Так вот, дальше, почему не метеоритного происхождения? Значит, ну, метеориты, вы наверняка, хоть астрономов, наверное, нет здесь, но все равно слышали, знаете, что метеориты, как правило, падают по касательной. Они не по 90 градусов падают. Соответственно, когда он падает на землю, и воронка получается эллипсообразная, вытянутая такая, да? Вот. И те же воронки, графические или геометрические, ровный кружок, ровненький, никакой вытянутости и так далее нету. Ну, последний фактор добавлю, который я, естественно, не мог проверить никак, нет такой возможности, здесь нужна лаборатория там. Просто так напомню вам, что самый главный показатель, что это воронка метеоритного происхождения, там обязательно должен присутствовать, по-моему, элемент иридии, кажется. Вот, насколько меня память не изменяет. Вот, обязательно. Это в воронках именно метеоритного происхождения. Вот. Следующий момент. Почему, как военного человека, сразу бросается, что это воронка именно зернового происхождения? Ну, вот, два показателя я сказал, что форма, и такая, на конус идет, значит, ровненький конус, как положено. Вот, нагар, вот этот самый черный, все камни черного цвета. Вот, и потом они все выстрелились в цепочку. Вот таким вот образом. То есть сразу же создается впечатление, да это же какой-то летательный аппарат пролетал, сбросил серию бомб, причем большого калибра, в скальном грунте, в граните, воронка диаметром 90 метров, извините, нет у нас таких бомб, чтобы сделали такую вороночку. Вот. И вот серию бомб сбросил, вот эти так цепочки выложились, выстрелили, так и упали. Тут взорвались цепочкой. Вот. Так вот. Дальше, потом, так. Давайте я вам сразу, чтобы к воронкам больше не возвращаться, покажу главную большую воронку. Вот эту вот. Вот эта воронка, это вообще. Диаметр ее 300 метров. Представляете? В скальном грунте, воронка диаметром 300 метров. Какой бы припас? Активность там радиоактивности. Скажу. Значит, я как раз уже в тот период работал на дизель-электростанции. Значит, начальником ДЭС был Гаврилов Юрий Николаевич. У него тогда это была уже 12-я зимовка. Уже старый, опытный, матерый полярник. На тот момент ему было уже 64 года. Вот. Действительно старый такой, ветеран. Вот. Так вот, я его потом как-то пытал, значит, допрашивал, расспрашивал, так, точнее. Вот. Расспрашивал. Значит, говорю, Николаевич, скажи, а вот ты слышал что-нибудь, здесь вот какие-то исследования проводил кто-то? Да, говорит, я помню, я еще был молодым, это была где-то моя, там, где-то то ли третья, то ли четвертая зимовка, там, вот. Приезжала тут группа, говорит, от кого, не знаю, говорит, я знаю только лишь то, что они проверяли полностью весь этот оазис, значит, проверяли, и, ну, там, на разные показатели, и обнаружили, значит, повышенную радиоактивность и повышенное содержание газа радон. Вот, то есть это показатели того, что когда-то здесь, да, что-то такое ядерное, типа, ядерного оружия применялось. Вот. Да, сам факт, что воронка диаметром 300 метров в скальном грунте, извините, это о многом говорит. Дальше камни на грунте. У меня есть фотографии, правда, сегодня я сюда их не включил, потому что я боялся, я боюсь даже и сейчас, не все успею вам изложить. Вот. Значит, ну, у меня есть фотографии, если хотите, могу потом, попозже, хоть завтра, там, или когда, показать. Камни оплавленные, понимаете, оплавленные камни. То есть, когда произошел вот этот самый взрыв, допустим, вот этого боеприпаса, условно я пока, я не могу сейчас, честное слово, даже для себя гарантированно сказать, ядерная бомба была, это или водородная. Я просто лишь, сейчас говорю, это аналог нашей современной атомной бомбы. Вот так уклончиво скажу, аналог. Может быть, она на других принципах работала, но по своему действию, по мощности, это аналог современной атомной бомбы. Вот. Поэтому, чтобы меня потом не ловили на слове, вот, не прицеплялись. Если ими водородной. 300 метров это уже в границе. Да, да. Ну, вы сейчас удивитесь, там есть воронка еще большего диаметра, чем 300 метров. Так вот, сейчас я чуть назад вернусь. Потому что, если бы это было бы все, то и все. Про странности. Значит, ну, я, по-моему, уже оговорочку сделал, что абсолютно весь континент Антарктиды, ясно дело, никто никому никогда не предоставит возможности смотреть. Поэтому, когда я вернулся после этой экспедиции, меня эта тема увлекла. Я начал, там, значит, и литературу, там, разного рода собирать, там, подсчитывать. Вот. Вплоть даже до того, что даже некоторые диссертации ознакомился, значит, содержать, по теме Антарктиды. Вот. Значит, и использовал программу Google Планета Земля. И стал с помощью этой программы искать, ну, а вдруг что-нибудь увижу из космоса, это же дело такое. Ну, по наивности-то я сначала так рассуждал. Почему говорю по наивности? Потому что я потом чуть позже скажу. Значит, потому что, ну, ладно, сейчас скажу. Google управляемый. Он именно управляемый. Не верьте никому, кто вам скажет, что Google показывает все, как есть. Нифига подобно. Google показывает то, что решили хозяева этой системы, этой программы Google. Вот они решили, что вот это показать. И Google покажет. Вот. А решат, что не надо показать. И вот я убедился даже вот после этой беседы с представителем этих масонов. Значит, те фотографии, которые я ему предъявлял, они потом пропали. Их уже сегодня многих фотографий нет. Это или они полностью исчезли. Или второй вариант. Там туман просто. Просто туман. Вот я потом покажу на одной из фотографий пример, что я под словом туман. В вашем компьютере стирали? Во всей системе. Не в моем компьютере. И в вашем. Вот вы домой придете, откроете, уже нет. Во всей системе гугловской. А у вас остались они? У меня остались они в виде, во-первых, информации на электронных носителях, на флешки. И в виде фотографий на фотопамаге. Я взял еще и на фотопамаге даже. Отпечатал некоторые фотографии. Но там все указаны координаты и прочее. Вот даже вот здесь. Видите, координаты указаны. Так вот, что здесь на этой фотографии? А вот смотрите. Видите? Вот так темненькая. Стрела какая-то, да? Ну, здесь экранчик не очень четко показывает. Но стрела. Вот. Видно, видно, да? А, чудесно. Так вот, размеры. Размеры этой стрелы. Длина ее 1 километр. Ширина вот этой стрелочки 200 метров. На программе Google, знаете, есть такая функция. Можно измерять расстояние, там, размеры и так далее. Так вот, я измерил, значит, какие размеры. Дальше. Значит, здесь по соседству никаких, нету никаких научных станций. Ничего нету. Вот. Значит, следующее. Откуда она взялась, эта стрела? Кто ее? Пингвины клювиками выдолбили. Грунт? Еще раз смотрю. Скальный. Только скалы. Ни чернозема, ничего нету. Чем-то сразу напоминают рисунки в долине Наска. В пустыне Наска. Вот. Так вот, я не поленился, меня заинтересовало, а что же, куда она показывает? Я продлил направление этой стрелы. Куда она? На компьютере. Вот. Она показывает точнехонько на южный географический полюс. Сразу же ассоциация. Вот наверняка здесь половина автомобилистов сидит. Знаете дорожные знаки. Ехать только прямо, или только налево, только направо. Так вот, для кого это? Для летательного аппарата. Летательный аппарат летит какой-то. Вот ему знак. Летит прямо. И он попадает точно на южный географический полюс. Вот. Так. Ладно, следующее. Вот фотография. Здесь, обратите внимание, вот какие-то непонятные какие-то линии, да? Но, строгое равнение снизу, на этой полоске, и сверху. Видно, да? Вот. И тут что-то такое, напоминающее какие-то буквы, конфигурации каких-то букв. Это вроде как на Z похоже ладинское. Да, снегом занесено, и очень сильно занесено снегом. Это все-таки Антаркида. Вот. И опять же, горы, скалы. Но вы же все прекрасно знаете, даже еще с детских времен, помните, знаете, что любой дом, он имеет какую-то конфигурацию. Или он, если сверху смотреть на него, он или в виде буквы Т, или в виде буквы Т, П, О, и так далее, и так далее. Так вот. Это комплекс зданий, которые имеют вот такую конфигурацию. Сейчас скажу вам про размерность. Размер. Длина этой всей полоски 7 километров. Километров. Понимаете? Ширина полоски 1300 метров. Подписано мне было. Да. Вот, это я подписал. Для памяти так, чтобы было. Так вот. Значит, сразу же ассоциации. Наверняка все знакомы, но не все, большинство, по крайней мере. Знаете, надпись Голливуд, допустим, в Америке. И вот кинокомпании их нет, да? Там крупные буквы. Да в советские времена вспоминаете надпись «Слава труду», «Слава КПСС». На газонах там, значит, писали крупнейшими такими буквами, да? Вот. На поезде приезжаешь, на газонах. «Слава труду» там написано, там, или еще что-нибудь. Вот. Так и здесь. Что-то такое. В итоге получается какая-то надпись гигантская. А кто его мог, опять, и для чего делать? Уже напрашиваются выводы, что, значит, какая-то там цивилизация жила на этом континенте, который наукой считается никогда не был обжитым. Что никто там никогда не жил, кроме пингвинов, тюленей и микробов с бациллами. Вот. Так вот, функциональное назначение этой надписи, какое может быть? Я только лишь предполагаю, я не утверждаю. Здесь не семь километров обоих, там продлить, да, три линии дальше. Вы измерите, вот. Я измерил только то, что видно. А там есть еще продружение. Нет, там дальше не видно. Там другой, дальше. А вот это тоже похоже на букву и вот это. Спору нет. Это похоже на развалины, они уже на развалины каких-то зданий и сооружений. Вот, не на буквы. Вот. Вот здесь дальше. Ну, я уж все, и времени не хватит, понимаете? Вот здесь, допустим, видите, треугольник, это нашел крупный такой. Ну, я ж все не буду, я только самый такой выдающийся, самый бросающийся в глаза. Там координаты есть, там, да? Все есть. Вот. Звезда Соломона на этом слайде была? Нет, не на этом, на другом. Она будет дальше, я покажу. Так, вот следующее, смотрите, скальный массив. И вдруг, вот когда издалека шли мы, да, издалека мое внимание привлек вот этот камень. Ну, когда издалека, вот с большого расстояния, да, еще, мне показалось так, ну, скальный массив, какая-то скала большущая, вот. Ну, она очень старая, древняя, значит. Значит, вот, сыпются камни сверху, какой-то камень сверху осыпался, значит, падал, и тут где-то за что-то зацепился. И сейчас лежит там, на каком-то выступе. Вот. Ну, когда я подошел уже вплотную, вот, я был до глубочайшей степени удивлен. Я выйду сейчас, как. Потому что, вот он этот уже сблизи, этот камушек, да? Значит, вот сравнение такое. Ящик письменного стола. Выдвижной ящик, да? Можно ящик выдвинуть, задвинуть опять там туда и так далее. Так вот, вот, примерно такое же ощущение, сравнение, ассоциации такие же. То есть, этот камень воткнут в тело этого скального массива. Вот. Для него сделано, в этом скальном массиве, сделано отверстие, ровненькое, аккуратненькое, прямоугольное отверстие. И он туда, этот камень, поткнут туда. Вот. На какую глубину? А фиг его знает. Здесь ни вы, ни я, никто бы не проверил бы. Почему? Размеры этого камушка, ширина где-то вот так вот. Вот. Толщина где-то вот такая. То есть, он неподъемный для человека. Для простого человека. Но, четко видны зазоры, что, вот, допустим, дальше идет тело камня. Зазоры между телом камня и этим отверстием, буквально там где-то миллиметр, там, ну, полтора, там где-то аккуратненькие, ровненькие зазорчики. То есть, он когда-то кем-то, не знаю кем, пока сейчас не могу сказать, вот, кем-то мог выдвигаться или задвигаться. Сразу ассоциации, вот, большинство из вас здесь физики, значит, ассоциация наверняка, может быть, и у вас, такие могли возникнуть. Движок реостата. На реостате тоже двигаешь и меняешь силу тока, да? Вот, так вот, у меня ассоциация именно такая, сразу, елка, типа, похожа на движок реостата. Вот, ну, что он, чего он мог тогда регулировать-то, зачем, для чего? А потом, когда я уже возвратился, когда вот начал документацию собирать, разную литературу там и прочее, у меня сразу ассоциация какая? Да, елки-палки, да это же очень сильно похоже. На, за горизонтную, РЛС. Ну, сейчас другую, она более будет показательная. Вот. Ну, у меня сразу почему-то в памяти всплыло, я просто, я вчера хотел фотографию поместить на флешечку, чтобы вам показать, но ее уже в интернете нету. РЛС, ДРЛО, дальнего радиолокационного обнаружения, вот, в Скрунде, в Латвии. Вот, ее взорвали, сейчас реально ее нету. Вот. То есть, она сама, конструкция, это такая железобетонная, там нет никаких движущихся подвижных частей, она работает по принципу фазированной антенной решетки. Вот. То есть, там движущихся частей нету, но тем не менее, это, этой станции позволяет, луч излучения, во-первых, он узкий, узконаправленный, да, вот, и этим лучом станция может маневрировать и вправо, и влево, и вверх, и вниз, там, и так далее, да, куда угодно направлять. Вот у меня тут же сразу же такие ассоциации возникли. Глядя вот на эту вот скалу, которая в Антархиве. Так, елки-палки, это, значит, та цивилизация, которая жила когда-то, вот, когда я потом чуть попозже убинул, по моим прикидкам. Вот. Значит, она использовала этот скальный массив, тоже, типа, или как локатор, как станцию обнаружения, вот, а может быть и как боевое средство. Чем, черт не шутит. Вот. Дальше. Ну, это надо показать геологам. Я показал, я только, правда, не геологу показал, там, другому работнику тоже, старому, полярнику, вот, такого уже в возрасте, чуть-чуть постарше меня, немножечко, вот, с ученой степенью. Вот, как раз вот про этот камень, раз вы сейчас, и так бы я не забыл бы его упомянуть, раз вы сейчас сказали, что вспомнил. Значит, именно этот массив показал ему, значит, говорю, ну, чего ты, вот, камень и в крупном виде показал, и вот так вот, значит, показал. Значит, помнил так, снисходительным. Эх, Евгений, да ты не знаешь, это все проделки ледника. Говорю, какого, как, ты что, о чем ты говоришь? Да ты что, да ты не знаешь, я уже вот там был, там, на пяти станциях, значит, там, дает антаркиду, уже знаю, там, да, 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 и прочее, прочее. Вот, значит, ты не знаешь, какие ледник может сделать проделки. Слушай, говорю, у тебя ученая степень, ты кандидат наук. Слушай, засунь я ученую степень себе в одно место и оттуда не вынимай, раз такие вещи мне произносишь. Ледник не один, ледник не умеет чего-нибудь строить. Он может только ломать. Строить он не сможет. Как этот твой ледник, тогда, как ты убеждаешь, смог это отверстие выдолбить? Как он в это отверстие аккуратненько этот камушек смог засунуть? Говорю, о чем ты мелешь? Да, иди, слушать не хочет. Говорю, слушай, ты догматик какой-то, ты вот с молодых лет был воспитан в догмах каких-то непонятных. И теперь меня пытаешься, значит, убедить. Говорю, все, я и слушать тебя больше не желаю. Говорю, не говори мне больше это. Говорю, надо здравый смысл использовать, а не только лишь научных авторитетов. На этом снимочке показан рисунок, рисунок художника. Этот художник нарисовал рисуночек, как выглядит город Атлантиды. Это после того, как он прочитал труды Платона, Тимей и Критий. Вот в этих двух диалогах Платон описал, как выглядит город Атлантиды. Я сейчас обращу ваше внимание на два момента. Ну, во-первых, постарайтесь запомнить эти квадратики, видите, прямоугольничные. Грубо, условно назовем их так пока эллинги или гаражи. Куда заплывали вот эти кораблики, значит, там вот, видите, лодочки там, парусники. Они сюда заплывали, там разгружались, там загружались. Ну, гаражи, условно, так сказать. И второй момент, вот на этот кусочек стены, вот от сих пор, вот до сих пор. Значит, видите, здесь прямоугольнички, квадратики там, да, здания, строения там и прочее-прочее. Почему? Да потому что сейчас я вам покажу, значит, фотографии уже реального города в Атлантиде, в Антарктиде, вернее, по типовому проекту Атлантиды. Вот входные обороты вот здесь, вот дальше будут. Вот, ну, как я показал. Так вот, прямоугольнички эти эллинги, гаражи, да вот они, смотрите, видите, вот, идут. Целая цепочка этих квадратиков. Прямо как на том рисунке у художника. Вот. Дальше, вот здесь стена, она сильно занесена снегом, это все-таки Антарктида. Вот, это уже в районе оазиса Бангера. Вот, значит, вот они, видите, квадратики, сквозь снег все равно пробивается там. Вот. Ну, короче, там много еще разных других вещей. Вот. Я просто сейчас в целях экономии времени, вот, не буду на них остановиться. Вот, кусочек этой стены я покрупнее чуть увеличил. Вот, виден прямо этот, как говорится, прямой угол. Как будто бы это железобетонная или бетонная набережная реки Нева. Ощущение, впечатление такое. Ну, видно, что это искусственное сооружение, рукотворное. В основном, на предыдущем снимке, я думаю, ни у кого сейчас не возникнет такого желания произнести. Да, это проделки ледника. Вот. Это рукотворное что-то. Кто делал? Пингвины? Отпадает. Тюлени? Тоже отпадает. А теперь покажу целиком полный город по типовому проекту Атлантиды, но целиком, на все 100% скрытый подо льдом. Но сквозь лед он все равно проявляется. Вот даже сейчас вы его видите. Вот, смотрите, вот центральный остров. Видите? Он там подо льдом, но сквозь лед проявляется. Вот наружная стена. Видно, нет? Да, да, да. Вот. Но он целиком скрыт льдом. Здесь второй город рядышком, тоже видите, кружок, тоже целиком закрыт льдом, замерзшим. Между ними, видите, вот канал. Вот он, аккуратный каналчик. Причем канал подходит, видите, вот здесь он к этой стене подходит. То есть кораблики раз заплывают, и дальше могли бы внутрь заплывать в город. Вот. Дальше к этому городу канал подходит, видите. Вот. Сюда лодочки заплывали. Ну, а дальше вожу туда. Там уже, там снег уже полностью все скрыл. Там даже сквозь снег и сквозь лед ничего не видно. Здесь хоть проявляется. Вот. Как-то здесь снимки, ну а, это американская дата, пыры, там. Это, вот, видите, гугл. Гугл планета Земля. А это что за надпись, тоже это, а, снимок какой из Путина сделал. Да, совершенно правильно. Да, вот, дата, значит, там это. Ну, а это. Да. Вот, Неви, военно-морской флот. Да, 11-й год. Вот, 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 о чем-то эти надписи говорят. Теперь вот еще один интересный снимок. Что здесь интересного? Ну, здесь интересно, ну, по крайней мере, вот, если внимательно присмотритесь, две буковки. Вот это буква С, и вот вторая буква Т. С и Т. Ну, мало ли, что-то на случайность не похоже. Там еще есть, там, более мелкие, там, вот, ну, ладно, я про них сейчас промолчу, не буду говорить. А те, которые покрупнее. Вот. Размер этих букв, сейчас скажу, где-то 200 метров. Слушай, они крупные, это не мелочь какая-то. Опять, в радиусе где-то километров 400-500 ни одной научной станции никакой нет. Вот. Поэтому сказать, что это человек какой-то там взял, побаловался, типа, как на пшеничных полях, там, вот, надписи, там, да, приписывает, там, каким-то рукотворным, там, этим, баловникам. Вот. Не подойдет сюда. Вот. И, в конце концов, это Антарктида. Вот. Значит, поэтому кто их рисовал, не знаю. Ну, просто я потом полазил, значит, там, в разных источниках, вот, интересную вещь нашел. Значит, в египетском пантеоне еврейский бог выглядит как Сетх или Сутех. То есть, египтяне его так вот звали, называли. Значит, самое древнее написание имени Сутеха, египетское, и оно передается латиницей, как два варианта. Латиницей С-Т или С-В-Т. Вот. Или-или. Вот. Так. В египетской мифологии с Сетхом ассоциируется сторона света, юг, а часть тела гениталии. Отсюда и пошел обряд обрезания. Почему гениталии-то? Чего это вдруг я так? Вот. Да, просто Сетх, этот бог, он враждовал с богом Гором. Поэтому после одной из битв, когда Гор победил, он взял и оскопил Сетха. Вот. И поэтому Сетх потом, как бы, это в Ветхом Завете такое есть, что добудет вас все лица мужеского пола на восьмой день обрезаны для того, чтобы, ну, считать, что вы на мои, как говорится, мои слуги и так далее. Вот. Вот зачем и почему обряд обрезания с религиозной точки зрения был сделан. Вот. И вот, игрок в Антарктиде нахожу. Ну, случайность. Ну, в принципе, ну да, может быть случайность. Но как-то, извините, людей тут нету, не бывает. Второй вариант. Ой. Тогда сейчас самое такое драгоценное еще покажу. Самое основное. Вот этот рисунок, это уже якорица нашел. Вот. Скальный выступ. На нем рисунок. Очень такой, достаточно информативно емкий. Значит, вот здесь изображена пирамида. Давайте сейчас я вам следующий кадр покажу. Я там на листе бумажки нацарапал, что там нарисовано. Вот. Значит, пирамида. Значит, такое восходящее солнышко. По бокам здесь вот такие вот лучики расходятся. Значит, там, из вершины пирамиды красно-коричневым цветом, именно красно-коричневым цветом, вырывается пламя. Для акцентирования внимания на это пламя, значит, это оно обведено эллипсом. Ну, вспоминайте школьные годы, когда учительница вам какую-то формулу выводит, там, допустим, терем Пифагора вперед. Или там написал формулу, то говорит, запомните, дети. И обводят эллипсом, да, да? Вот так вот, на доске. Так вот, примерно так же, для акцентирования внимания, что это очень важно. Значит, обведено эллипсом и пламя. Дальше здесь две строчки какой-то надписи на непонятном языке, что-то написано. Какой язык? А фиг его знает, какой язык. Я не лингвист, вот. Но есть у меня друг, очень хороший друг, он кошерный еврей. Значит, как-то я ему показываю, говорю, Леня, посмотри, вроде на грузинскую вязь похожую. Он посмотрел, говорю, слушай, на еврей что-то вот смахивает. Я туда недолго думая, прямым ходом в Питере в синагогу еду. Значит, нахожу раввинов, показываю, ну, один раввин говорит, слушай, это однозначно, это древний арамейский язык. Вот. Говорит, я когда на родине учился, я его изучал, я его знаю. Говорит, прочитайте тогда, говорит. Что там написано? Говорит, я бы рад бы, но не могу. По двум причинам. Причина номер один. Часть надписи скрыта вот этим камнем, который на переднем платье закрывает. А второе, я и после ваших слов, да и так я вижу, что надпись очень древняя. Но некоторые буквы, я вам, пожалуйста, я сейчас назову. И он мне называет, говорит, вот эта буква, такая-то, это там, такая-то, такая-то, значит, а целиком я не могу прочесть, потому что не все буквы видны. Вот. Дальше. Здесь еще видны, вот тоже три буквы написаны. Сейчас я тогда на свой рисуночек. Вот. Это похоже на латинскую X. Я не говорю, что именно, я говорю, похоже. Вот. Среднее похоже на латинскую гамму и правое на латинскую альту. Вот. И объединено тоже полукругом таким. Вот. Я потом уже долго ее рассматривал. Значит, там, думал, там, советовался. Прихожу к выводу такому, что да, эту надпись на скальном выступе, значит, написали уцелевшие жители, потому что на этом континенте, на континенте Антарктида шла война. То, что сегодня на фантастических фильмах и в романах фэнтези называется термином война миров, война цивилизации. Вот именно там она и происходила. Война цивилизации. Кто с кем воевал, я могу только предполагать, утверждать не могу и не буду утверждать. Предполагать могу. Возможно, опять же говорю, возможно, воевала цивилизация гипербореи с цивилизацией Атлантиды. Почему Атлантиды? Ну, потому что, во-первых, города, вот я вам показал, да, типовый проект именно Атлантиды. Причем даже я ознакомился с трудами Платона. Он там настолько до того, что он размерность там указывал, ширину, там, высоту, там и прочее. Я взял ширину наружности вот этой стены, которая вокруг идет. Он в стадиях ее отобразил, единицы измерения стадии. Я перевел стадии в метры. Замеряю с помощью гугла ширину стены. Метр в метр прямо совпадает. И другие нюансики там и так далее. То есть, а потом нахожу, поднимаю труды, сейчас назову фамилии Блаватская, слышали наверняка, да, философ? Елена Блаватская. Да, 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 Елена Блаватская. И древнегреческий философ Прокол. Так вот, эти два философа в своих трудах упоминают об Атлантиде. Ее ищут до сегодняшнего дня, ищут где угодно, уже сотни экспедиций. Ищут и в Средиземном море, ищут и в Атлантическом океане у берегов Кубы, и в районе Азорских островов. И не могут никак найти. Поднимаю, значит, труды Блаватская и Прокола, читаю. Атлантида. Это был целый архипелаг островов. И самый крупный остров из этого архипелага, вот тут они разница в числе островов. Один философ говорит, что там 10 островов входило в этот архипелаг, другой философ указывает 12 островов. Вот только в этом разница. А так, в остальном, они схожи, все их показания. Так вот, самый крупный остров из всего этого архипелага был Антарктида, нынешний континент под названием Антарктида. Все бьет, все согласовывается. На какой-то взговор уже, извините, нельзя говорить. Не похоже. Действительно, Антарктида, это бывший континент Атлантиды. Так вот, в результате этой войны цивилизации, это кадр из кинофильма, фильм «Катастрофа». Он так и называется, 2012. Вот его название, фильм. Вот. Так вот, там как раз показано, значит, как гибла цивилизация, ну, наша современная, якобы, ныне живущая цивилизация. Вот. Вот суша начинает трескаться, и такие пластами прямо уходят под воду в море, там, в океан. Вот, вот, сквозь трещину вдруг лава, значит, поднимаются, лавовые потоки выходят, да? Вот. И сжигают там остатки, там, жители бегут, там, и прочее, прочее. Зачем я, почему я вам показал это? Сейчас увидите. Давайте, немножко заканчиваем. Сказали, что основное самое интересное? Это кино, все посмотрят. Ну, показать вам реальный, в Антарктиде, вот, где я зимовал, реальный застывший каменный поток, лава, вот, застывшая. Прямо... Ну, самое интересное, сказали, самое интересное. Кино, рассказывай. О, а чего это? А, два раза. Вот, смотрите, сейчас я остановлю на нужном месте. Это видео, это не фото, видео. Вот, я сейчас тормозну, вот, смотрите, вот он. Как будто тесто, которое убегающее из кастрюли, хозяйка, ну, приготовилась печь пироги, замесила тесто. И вот тесто, как бы, выползает из кастрюли. Вот. И он так прямо свисавший, так свисающий, реально, до сегодняшнего дня, там и висит. Застывший каменный поток, когда-то он тек. То есть, к той фотографии из фильма «Катастрофы», ну, один к одному прямо сходится, понимаете? Так вот, цивилизация была уничтожена. Там и я и сфинкса там нашел. Это земля, королева морд. Но сфинкс, он интересный чем? Во-первых, он лежит, он не стоит, он лежит на левом боку, упавший. Потому что, когда вот эти куски суши начинали двигаться, лава выходит, и сфинкс рухнул, он упал. Он находится на левом боку. Вот. И теперь лицо сфинкса. Оно не похоже на лицо египетского сфинкса. Оно похоже, ну, чуть ли один к одному. И прическа его на сфинкса, который находится в долине Сидония, на Марсе. Вот одинаково. И прическа в особенности его такая. Фотография. Вот километра там, у нас даже сегодня есть. Ну, ладно. Спасибо. Фотография. Я хотел еще вам кое-что показать. Как вот укрывается информация. Вот, посмотрите, вот на этом примере я вам покажу, как укрывается информация гуглом. Вот очередной город Атлантиды. Вот видите, нарушенная стена идет. Вот здесь она снегом занесена, насквозь снег все равно проступает. А тут все больше и больше проявляется. Казалось бы, по логике, вот дальше она должна вообще быть полностью вся открыта. И вдруг, видите, вот полоса подойдет. И вот туман. Здесь туман. Все. Дальше ничего не видно. Так вот, те фотографии, которые я показывал этому представителю этой конторы, этой лихой, вот, они вдруг, а сейчас они уже не видны. Что именно? Я показал, и будет звезду Давида. Вот она, звезда Давида. Вот, смотрите, видите, шестиугольник. Вот, это в Антарктиде. Потом, после этой встречи, значит, через пару недель, захожу опять в гугл, дадим, посмотрю. Бах, там вот так, как на предыдущей фотографии, вот так же проходит полоса. Вот именно вот так вот полоса. Все, что вот здесь, отлично, четко видно. А все, что сюда, блин, вот сюда, туман. Нету. Маска наложена. Ну, я назвал туманом. Вот. Ну, хорошо. Ну, ладно, спасибо. А вот... На видео, сейчас я пирамиду вам покажу. Вот, не на фото, а на видео. Вот это? Да, это земля королевы бога. Вот пирамида. Вот это гора. Это пирамиды. Это гора. Это пирамида. Причем, по типовому проекту, пирамида, это напоминает красную пирамиду. Или по-другому, ломаная пирамида. Так, это. По пирамидам я готов. Я вам могу по пирамидам отдельно рассказать. Вот, секундочку. Я даже взял с собой, вот, что, если очень любознательный, вот, но за дверь или там за пять или за десять минут, пусть даже у меня было бы хоть десять ученых степеней, никто бы, ни я, никто другой не смог бы за пять минут изложить содержание вот этой книги. Видите, она толстая. Автор Джозеф Фаррелл. Название вот оно, боевая машина Гиза. Вот. Здесь он очень дотошный. Он сам физик по специальности. Вот. Поэтому он там и формулы приводит. Он там и все доводы там ссылается на таких же, как он, физиков, авторов, исследователей там и прочее. Спасибо, не надо комментировать. Показали, если кто-то интересует. Поэтому все пирамиды под одну гребенку не равняйте. Они все разные. У каждого свое предназначение.